За все, что ты сделал, спасибо За все, что ты мне обещал За то, что ты сделаешь в жизни моей За то, что всегда помогал, я благодарен За все, что ты сделал, спасибо За то, что ты мне обещал За то, что ты сделаешь в жизни моей За то, что всегда помогал, я благодарен Благодарен я тебе Благодарен я тебе Не, я возлюбил, ты освободил Жизнь без страданий навек подарил Бог, спасибо Иисус мой, спасибо Благодарен я тебе Всею душой Благодарен Давайте я буду продолжать петь А вы будете подходить и брать элементы причастия Благодарен я тебе За все, что ты сделал, спасибо За все, что ты мне обещал За то, что ты сделаешь в жизни моей, За то, что всегда помогал, я благодарен. Благодарен я тебе. Благодарен я тебе. Меня возлюбил и освободил, Жизнь без страданий навек подарил. Бог спаси меня, Иисус мой спаси меня, Всею душою благодарен. Благодарен я тебе. И мы держим чашу, чаша благодарения и хлеб, символизирующий тело Христово, которое за нас было мимо, и также в тело Христово, которое ныне составляемо из каждого из нас, тех, которые Дух Святой крестил в тело Христа. И в первом послании Иоанна, первая глава, говорится о том, что если мы ходим во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. То есть мы имеем это откровение, что Бог есть свет. То есть свет, который просвещает всякую тьму. И говорится, что мир возненавидел этот свет, потому что дела этого мира были и есть злые. Но мы с вами привлечены в этот свет, и подумайте, что этот свет, он просвещает все. То есть то определение, которое дает Господь, оно точное, абсолютно точное определение. Если Господь говорит нам, что мы нуждаемся в том, чтобы кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищала нас, то мы исповедуем это, соглашаемся с Ним, что это единственная возможность. Что кровь Иисуса Христа, она очищает нас от всякого греха. Это сила крови нашего Спасителя. И мы понимаем, что если Бог это определил, то другого нету. Другой возможности нету. То есть мы принимаем причастие, как говорится в Первом Послании Коринетином, 11 глава, чтобы мы правильно судили. То есть чтобы мы размышляли о теле Господнем, чтобы мы понимали, что мы нуждаемся в этом. Это для нас. Это не для кого-то где-то там. Это для нас было со делом. За нас. Мы являемся теми объектами любви Божьей, за которые была заплачена такая высочайшая цена. И когда мы принимаем причастие, мы таким образом соглашаемся с Богом, что мы принимаем. Это нам надо. Мы благодарим Господа за это. Давайте помолимся и примем хлеб и чашу. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за ту жертву, которую Ты принес. Мы понимаем, что никаким другим способом невозможно было спасти нас. И то, что Ты соделал, не пощадил сына своего, пожертвовал им ради нашего спасения, чтобы приобрести нас себе, мы так благодарны Тебе, Господь. Может быть, еще не до конца осознавая, насколько это невероятная жертва и чего это стоило Тебе, Господь. Но мы принимаем смирение, мы соглашаемся, что нам это надо, мы нуждаемся. Благодарим Тебя, что это действенно, это могущественно в нашей жизни, так, чтобы нам пребывать в прощении в Твоем и оправдании, пребывать в этом единстве тела Христова в одном духе, по покрову Твоей великой благодати. Мы принимаем этот хлеб и чашу с благодарностью во славу имени Тебя Святого. Во имя Иисуса Христа. За Голгофу, за кровь. За Голгофу, за кровь. Я Тебя благодарю за воскресенье Твоё. За Воскресенье Твоё. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Просто я благодарю. Просто я благодарю. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Просто я благодарю. Просто я благодарю. Просто я благодарю. Просто я благодарю. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Слово между селом не сдавайся никогда, А есть чудная сила крови. Это сила, сила, чудная сила крови. Креста, это сила, сила, чудная сила, Трого земля, который несет. Это сила, сила, чудная сила крови. Креста, это сила, сила, чудная сила, Трого земля, который несет. Трого земля, крови, чудная сила крови. Поздравляю вас, дорогие братья и сестры. Теперь давайте помолимся к завершению собрания. Слава тебе, дорогой Небесный Отец! Благодарим тебя за это общение, за это собрание, за все собрания святых твоих вен. Дети твои собраны в твоем святом присутствии, как ты призвал нас, все совершил для этого. Даешь нам большую благодать, чтобы мы могли все преодолевать силой возлюбившего нас Спасителя, преодолевать немощь нашей плоти, нашей души, которая льнет к праху. Ты поднимаешь нас, Духом Твоим, святым, на высоту для нас недосягаемую. И мы снова видим славу Твою, и радуемся о Тебе, и воспеваем Тебя, и свидетельствуем всем, что Ты, Господь Бог всемогущий, возлюбил нас, что Ты милостив к нам, что Ты так благ, что Ты посреди нас радуешься и ликуешь, и Ты даешь нам свои обетования, великие, драгоценные, которые всегда и аминь во Христе Иисусе, что никто нас не похитит из Твоей руки и не отлучит от Твоей любви. Благодарим Тебя за такую благодать, за такую уверенность, за такую надежду, за такой покой и безопасность, которые только Ты можешь дать, Господь. Благодарим Тебя и молимся. Благослови нас в остаток этого дня, воскресного, и на всю предстоящую неделю, да будет она вся благословенной. Храни нас, пожалуйста, Господь, покровом Твоей великой благодати от всякого зла. Пусть Дух Святой Твой в нас подкрепляет нас, чтобы Слово Твое звучало в нас, чтобы мы продолжали размышлять над этими удивительными откровениями, которыми Ты так обильно благословляешь нас, которые дороже перебрали из золота, и Ты обогатил нас, какой благодати садил у нас благословенными во веки веков. И мы молимся, продолжая это делать Господь, и до дня, в который Ты свою Церковь восхитишь, да, прачный пир, мы ожидаем этого и радуемся при укушении этого великого и желанного события. И молимся, садил и все это, во славу имени Твоего Святого, во имя Иисуса Христа, аминь. И сейчас у нас будет следующая часть. Давайте поздравим Андрея, еще раз прощащим неравидение. Вот здесь есть карточка. Да, оставлю, чтобы все видны. Видно? Давайте оставим. Добро пожаловать в Казахстан! Спасибо. Спасибо.